Добрый вечер, дамы и господа! Спасибо, что пришли на нашу встречу. Сегодня мы здесь собрались, чтобы послушать известных выпускников, профессионалов в разных сферах, которые расскажут нам о своем стиле жизни. Как им удается все успевать, есть ли у них секреты тайм-менеджмента и принципы, которые они придерживаются. И, конечно же, они расскажут свои личные истории, которые повлияли на их жизнь и навсегда запомнились. Первым будет выступать спикер в категории менеджмент Ильнур Рахимов. Всем добрый вечер. Во-первых, позвольте поприветствовать наших гостей, уважаемых на территории деревни Нерсиады. Еще раз welcome. Может быть, кто-то не был, наверное, еще здесь. Хотелось бы, может быть, после мероприятия еще немножко показать сам объект. Потому что он у нас такой большой и необычный. Теперь, я не знаю даже, что касается меня самого. Думаю, что с кем-то, может, мы даже уже пересекались и виделись. Потому что я думаю, что абсолютное большинство из вас первый курс, наверное. Да? Нет? Ну, если нет, тогда у нас есть вопросы, почему вы здесь живете. Ну, нет, шучу. На самом деле, у нас много старшекурсников есть, особенно это актив. И мы будем надеяться, что вы тоже будете замотивированы на следующий год. В том числе, как можно активнее участвовать для того, чтобы здесь еще пару лет пожить. Если вам тут понравилось, конечно. Если не очень, можно снять квартиру, в принципе. Я действительно выпускник международных отношений. Вместе с Константином, кстати, мы коллеги. Когда мы здесь есть международники, правда, они немножко сейчас по-другому чуть-чуть называетесь. Мы выпускались в тот момент еще, когда это называлось международные отношения и политологии. Правда, мы оба с Константином международники. У нас были друзья-политологи, конечно. Но потом они ушли к философам, если я не ошибаюсь. По-моему, это сейчас общий институт. Казалось бы, совсем недавно закончили университет. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что это было еще совсем вчера. Но вы знаете, такое количество изменений в нашем Казанском государстве, который нынче уже Казанский федеральный университет, он действительно очень сильно изменился за эти годы. 200% в положительную сторону. Это стал огромный ВУЗ со всеми, наверное, современными особенностями ВУЗов, очень конкурентный, с огромной базой, с огромным количеством мест размещения, что на сегодняшний день и в современном мире является неотъемлемой частью любого университета, любого кампуса. Потому что у федерального университета на сегодняшний день, одного из немногих, кстати, университетов и в Республике, да и в России, в общем-то, есть возможность практически всех студентов, в том числе в общежитиях, размещать. Это огромный плюс, которым даже многие московские ВУЗы не могут похвастаться сегодня. Мы этот вопрос отдельно изучали, тот же самый МГУ, например. У них процент заселения в общежитии ниже, чем у федерального университета, гораздо ниже. Хороший процент, достаточно высокий процент только у РУДН, если не ошибаюсь, среди московских ВУЗов. Там они действительно заселяют тоже практически всех. 8,5 тысяч студентов у них есть возможность разместить. Здесь у нас на территории деревни мы размещаем почти 11,500, но это с учетом Поволжской академии. Та часть, которая принадлежит федеральному университету, это в районе 9 с копейками тысяч мест. После университета, вернее, во время уже, как-то так получилось, курсы, наверное, с третьего. Многие, кстати, это, наверное, особенность, не знаю, или международников особенность, или того периода, но где-то с курса, с третьего, многие мои однокашники, одногруппники, с которыми мы вместе учились, начинали уже работать. Кто где, правда. Было время, и работали официантами, ведущими, и не высыпались, и утром высыпались, потом на парах. Куда высыпались, да? Как эта картинка же есть в интернете. Вот примерно так это действительно иногда выглядело. Я не уверен, что это достаточно хорошая идея, и хочется верить, что у большего количества ребят сегодня есть возможность не заниматься этим и полностью отдавать свое время учебе. Вот. Ну, или если вы все-таки хотите где-то попробовать свои силы, начинать свою карьеру, то делать это максимально близко, наверное, к той области, в которой вы обучаетесь. Ну, что, ну, хоть какой-то толк от этого был, и какая-то связка была. Понятно, что бывают, наверное, ситуации, когда работать необходимо, и от этого никуда не деться. Но если есть возможность не работать, лучше не работать. Но, опять же, если не работать, то тогда лучше бы отдаться учебе, а ничему-то другому, да? То есть время бесполезно проводить, наверное, не стоит, и это большая моя, наверное, рекомендация для вас, для всех будет. Потому что годы студенческие, они, как ни странно, пролетают быстро. Это когда вы там учитесь, особенно во время сессии, кажется, что дни, они тянутся очень долго, а потом нет четырех. Ну, в нашем случае нет пяти лет. У нас мы эти слова бакалавра, магистра, они, ну, так где-то слышали только еще. Потому что все были специалистами, пятилетниками. А сейчас, как бы, вы уже все, наверное, в новой системе, и именно этими категориями размышляете. Как-то так получилось, что в студенческие годы, по-моему, немножко, ну, во всяком случае, для меня лично, как-то вся эта история с Униксом, с мероприятиями, с КВНом, она как-то так немножко параллельно прошла. И, ну, отчасти было жаль после того, как я уже выпускался из университета, у меня было такое ощущение, что я немножко что-то пропустил в этой жизни. Особенно вся эта движуха связана с КВНом, потому что у меня были одногруппники, которые, ну, действительно всерьез этим занимались. Это было очень круто, весело, и казалось, что вот там она, жизнь есть. А те, кто начинал работать, они как-то очень грустные всегда приходили на пары, особенно с утра. И кто-то из ребят рассказывал, вот у нас вчера такая игра была мощная, мы там два месяца готовились целыми ночами. А те, кто работал, им что-то так особо нечего было рассказывать. Да, я тоже всю ночь вчера работал, правда, не очень весело было. Вот, но как показывает практика, ну, я не знаю, может быть, у нас так сложилось, ребята, которые очень сильно ушли в КВН, это тоже не новость, они не доучились. Потому что сессии-то все равно приходилось задавать. А там вот этот вот нюанс связан с тем, что, вы знаете, я не готов, потому что я занимаюсь КВНом, он не прокатывал. Поэтому, наверное, второй тезис такой, что всего надо в меру, наверное, да, сильно, чтобы вас не утаскивало в какие-то области, чтобы не страдала основная учеба, потому что это основная мысль, основной тезис, и, в общем-то, ради этого все в первую очередь в университет, наверное, и поступают поучиться. Вот, ну, потом у нас такой большой-большой проект был, он назывался «Универсиада». Для вас, наверное, это уже немножко проект такой, ну, было-было, вроде что-то слышал, потому что вы чуть-чуть уже после него приходите. Вот, на тот момент это был, наверное, самый большой и крутой проект, и очень всем хотелось поучаствовать в этом проекте, или хотя бы, ну, хоть как-то быть днем задействованным, поэтому, ну, около шести лет я проработал в дирекции, с 2009 по 2015 год я проработал в дирекции спортивных проектов, она же называлась «Дирекция универсиады», потом там раз пять названия менял, потому что, ну, когда проводили чемпионат по водным видам спорта, как-то неудобно было называться «Дирекция универсиады», поэтому придумывали каждый раз новое название какое-то, поэтому вся трудовая книжка, она такая исписанная, вроде одна организация, там постоянно что-то меняется. вот, большой проект, я про него могу, наверное, часами рассказывать, но мне просто неудобно перед нашими уважаемыми гостями, реально очень большой проект был, начиная там с позиции волонтера, действительно так, около двух месяцев первых работы в дирекции я был волонтером, поэтому, когда кричат «Кто волонтер?», я прямо тоже готов сказать «Я волонтер!», потому что, ну, волонтерство заключалось в отсутствии зарплаты, на самом деле, первые пару месяцев, потому что там были большие проблемы организационные с точки зрения того, что эта дирекция только создалась, было непонятно, кто кому чего должен платить, кто с кем должен договоры заключать, и вообще какая зарплата должна быть у людей, которые там работают. Вот, но со временем это все утряслось, легло на рельсы, и, в общем-то, процесс пошел. Это одна из немногих, наверное, до сих пор организаций в Республике Тарстан остающих, которые действительно работают по принципу проектно-ориентированной работы. Это достаточно необычно, имеет свои сложности. То есть у нас очень много, наверное, организаций, ведомств, то есть государственные организации – это одна история, одна философия, одни методы работы, да. Есть такие организации типа дирекции, которые постоянно что-то организовывают, и там совсем другая философия людей, которые работают. Они вот как муравьишки бегают, бегают, бегают два-три месяца, ночами, днями, ночами, круглосуточно проводят мероприятие и выдыхают неделю. Спят все целую неделю, и потом очередное мероприятие. То есть это, ну, такое достаточно тяжелое в каком-то смысле даже физически, физически сложное работа, вот, к которой очень привыкаешь. И потом, когда меняешь место работы, кажется, что чего-то не хватает. Как только рабочий день становится такой, типа, с девяти до семи или с девяти до восьми, кажется, что что-то я в этой жизни неправильно, по-моему, сделал. И он такой однообразный становится. Но это все в сравнении, на самом деле. Вот. Про тайм-менеджмент прозвучала фраза в самом начале. Я не специалист, потому что отсюда, из деревни, я все равно в районе девяти вечера только уезжаю. Ну, приезжаю к восьми, уезжаю обычно в районе девяти. То есть я вообще не лучший, наверное, советник в правлении тайм-менеджмента. Наверное, можно лучше и пораньше приезжать. Домой, даже время от времени хотя бы супругу с ребенком видеть. Но что-то пока не получается. Я думаю, что когда уезжаешь, ребенок спит, когда приезжаю, уже спит. Ну, ночью если проснется, мы еще как-то можем там пересечься. Но это же не всегда бывает. Вот. Ну, как-то так, по верхам, на самом деле. Поэтому я выступаю нашим гостям. Если вдруг вопросы возникнут, особенно, ну, там, по принципу, а он же там, он же из наших, тот из деревни. Если какие-то просьбы будут, вы можете, конечно, задавать вопросы. Буду рад ответить. В том числе и по деревне. Спасибо. Второй наш гость, спикер из сферы пиар, Евгения Сонц. Всем привет. Меня зовут Евгения. На данный момент я руководитель детского научно-образовательного проекта. Пиар-консультант, мама, ну, и спикер немножко тоже. Попросили рассказать про карьерный путь, как я дошла до жизни такой. В общем, я была очень хорошей ученицей в школе, золотой медалистской. И в том году, в котором я закончила школу, все поступали в университет. Либо на эконом-фак, либо на юрфак. Вот я пошла на эконом-фак, как и все мои друзья. На первой лекции по математике я поняла, что это конец. И математику я не пойму никогда, и интуиция меня не подвела. И все годы очень, это было очень трудно. Но вот, когда начались гуманитарные предметы, такие как социология, социальное управление, пиар и так далее, мне стало очень-очень хорошо. Я стала хорошей студенткой, наслаждалась учебой. И вообще, сейчас, нет, не буду перескакивать. Потом, по окончанию университета, я уехала немножко, поучила за границей, вернулась, поработала. Опять поучилась в университете. И вот тут я попала в сферу пиара, начала работать. Потом немножко даже вела факультатив в своем родном университете, преподавала язык. Ну и вот как-то так жизнь и понеслась. В сферу пиара я попала случайно. Сначала я работала после эконом-фака замначальником отдела поддержки и продаж клиентов. И я очень хотела работать в компании Таттелеком. А в компании Таттелеком я полгода ждала, когда появится какая-то вакансия. И появилась вакансия в отделе маркетинга. А так как у меня в универском дипломе было несколько предметов по маркетингу, я пришла, сказала, вот, давайте, берите меня. Они меня взяли. Вот так я попала в эту широкую сферу рекламы, пиар-маркетинг. В ней застряла на 10 лет и очень рада, что так получилось. В общем, в чем уникален мой жизненный путь? В том, что есть такие настроения, часто так говорят, что, типа, ваш диплом в жизни никогда потом не пригодится. Закончите, положите его на полку и все. Это все брехня, неправда. Мое образование мне пригодилось от и до. То есть все, что у меня сейчас есть, спасибо моим родителям, ну, то есть вся та любовь, в которую меня вложили, воспитание. И тоже спасибо большое универу. Почему? Во-первых, профильные предметы, пиар, маркетинг и прочее заложили вот эту базу. Я уже знала, что делать. У нас были игровые всякие штуки. Мы делали, не знаю, там, пиар-компании, президентские выборы и то, и все. То, что помогло мне потом, например, устраиваться на работу и говорить, да, я в маркетинге, доку вообще, что, вот, пожалуйста. Столько всего уже организовала. Это раз. Второе, не профиль, ну, как бы, те предметы, которые мне не очень нравились, типа эконометрики и математики и прочих ужасной теории вероятности, они приучили меня делать что-то, что мне не нравится, но оно нужно для дела. Да, некая усидчивость и так далее. Я очень хаотичный творческий человек, что очень пригождается в работе, такое творческое, как пиар. Но вот это вот то, что иногда нужно сесть и посчитать аналитику, какие-то отчеты и так далее, вот это тоже спасибо универу. Английский язык. После окончания универа я была, я закончила специальную английскую школу. Мы все, там у нас было 8 часов в неделю, мы все говорили, читали, смотрели фильмы и так далее. Но за те 5 лет, что мы учились в разных вузах, многие мои одноклассники деградировали, а я очень сильно прогрессировала. У нас был очень сильный язык, мне очень повезло, что дало мне возможность уехать за границу учиться, чувствовать себя там тоже спокойно, комфортно. Так что вот, все это ерунда. Не верьте тем, кто говорит, что высшее образование, это вот чисто для галочки или что-то такое, берите все, что можете получить в самом процессе учебы. Вот, горжусь тем, что я дважды выпускница КФУ, мне это очень нравится. И еще, что хотела сказать про тайм-менеджмент. Я уже упомянула, что я человек творческий, креативный, и это рука об руку идет с полным хаосом в голове, с полным хаосом на рабочем столе и так далее. Без этого жить творческий человек не может. Но, конечно, жизнь носит свои коррективы, кое-что нужно организовывать. Первый, как мне кажется, пожиратель времени – это избыток информации, который на нас сейчас идет. Сейчас столько всего интересного в мероприятии, статей в интернете, я не знаю, каких-то вещей, фильмов. Ну, просто невозможно все это охватить, нельзя объять необъятное. Для себя я взяла правило, у меня очень мало свободного времени. У меня маленький сын, ему два года. И все в свободное время я предпочитаю играть в машинки, не знаю, строить гаражи и так далее. Поэтому я никогда не читаю ссылки, которые мне присылают сразу. Я собираю их в кучу, вечером просматриваю, выбираю две и читаю. Это помогает мне не потонуть в океане информации, потому что можно весь день провести, читая какие-то прикольные статьи, которые ты где-то натолкнулся в соцсетях, тебе прислали друзья и так далее. Тем более, если ты профессионал в какой-то сфере, всегда очень много всякой аналитики, много того, что можно почитать. Вот так вечером две статейки я читаю, этого мне хватает. Второе. Самолетный режим – суперштука в ваших смартфонах. Самая нужная функция, как мне кажется, это самолетный режим, который отключает полностью вам связь с внешним миром. Если у меня есть какая-то важная задача, я включаю самолетный режим и включаю таймер. У меня есть такой маленький кухонный, извиняющий. Полчаса самолетного режима хватает, чтобы эффективно выполнить какие-то важные дела. Когда ты не переключаешься каждую секунду на уведомления, у меня есть десяток чатов в WhatsApp, в Telegram, профессиональных разных мамочек и папочек и так далее. Тем более, я руководитель детского проекта, и я принимаю входящие обращения клиентов. Тоже в том числе и сейчас. Самолетный режим – чудо-штука. Всем очень рекомендую. Что еще могу сказать из тайм-менеджмента? Нужно уметь быстро отказываться. То есть, если лошадь сдохла, слезть. Если вам кажется, что что-то не то, скорее всего, вам не кажется. Если вы чувствуете, что вот эта встреча слишком затянулась, или этот человек, общение с ним не столь полезно, не приносит вам того, что вы хотели бы, лучше просто уйти. Ну, у меня всегда есть объяснение, что, извините, мне надо домой к сыну. Это очень прокатывает. Но на самом деле, просто нужно уметь смотреть правде в глаза и прерывать ненужные встречи, уходить с ненужных, с неинтересного кино, бросать ненужную вам книгу и так далее. Ничего в этом страшного нет. А время сэкономлено можно потратить на эффективную учебу, на работу. И вот еще совет про успешный успех, как меня просили, да, как быть успешным специалистом. Я предпочитаю учиться на живом клиенте. И это можно делать и во время учебы в университете. Есть здесь пиарщики вообще, студенты пиар-факультета? Вот, один где-то там. Привет, коллега. Я очень много учусь, постоянно новому. Конечно, сейчас все меняется. Интернет-маркетинг, всякие мессенджеры, все-все это развивается. Всегда, когда я хочу освоить что-то новое, я просто беру клиента. Честно ему говорю, знаешь, чувак, я сейчас только учусь, поэтому это будет для тебя стоить совсем-совсем недорого. И я никогда не работаю бесплатно. Бесплатно работать абсолютно бесполезно. У вас не будет мотивации, и вы не дадите тот результат, который нужен клиенту. Я говорю, я сейчас учусь, поэтому я очень дешево готова тебе помочь, я не знаю, там, развить твой аккаунт в Инстаграм, или освоить там UTM-метки, или еще что-то. И на живом клиенте вдвоем, там, в целой команде, постигаешь премудрость, и к следующему клиенту ты уже более готов, и так далее. Насчет совмещения учебы и работы. Я работала с первого курса университета, но у меня была очень связанная тоже вот с молодежью работа. Я работала как молодежным лидером, так сказать, в своем этническом сообществе, директора молодежного центра этнического. Поэтому это как-то было без отрыва, и ничуть не мешало мне. То есть мне очень нравилось. И это дало, конечно, кучу знакомств, прошла кучу тренингов, что тоже способствовало карьере. Вот пока так. Буду рада вопросам. Спасибо. У нас есть изменения в категории бизнес. К сожалению, Ленару Валерьеву пришлось уехать в Москву на совещание, поэтому вместо него выступит его партнер Рамиль Зайнулин. Всем привет. Меня зовут Рамиль. Действительно, я партнер Ленара. Я являюсь исполнительным директором и соучредителем компании «Идосмедицина», которая занимается разработкой, производством и продажей медицинского симуляционного оборудования. Мы достигли в этой области неплохих успехов. Вся история началась с того, что Ленар, я, Владимир и Саша учились на одном факультете в университете. Мы учились на физфаке. Тоже по традиции спрошу, есть ли здесь физики. Класс. Наших даже больше оказалось. Собственно, мы учились на одном факультете. Кто-то работал, кто-то не работал. После университета все как-то разошлись, а потом через некоторое время, через короткий промежуток времени мы собрались выполнить один проект совместный по разработке программно-аппаратного комплекса. Парни занимались программированием, я занимался разработкой электроники. Все получилось. Потом второй проект, третий проект, потом своя компания. Ну и как-то так все поднарастающе пошло. Теперь в нашей компании работает около 150 человек. И в основном это разработчики. То есть небольшая часть производства собственная, остальное разработчики. И очень небольшая часть это менеджеры. Менеджеров практически нет. Мы сейчас уже не занимаемся разработками самостоятельно, но больше менеджерские функции. И даже в этом случае я считаю, что я остаюсь разработчиком и всегда в разработческие дела лезу, в электронику особенно, потому что это моя среда. Что-то добавить. Наверное, я хотел бы сказать то, что в университете я учился довольно плохо, довольно посредственно. И не совмещал с работой, в отличие от коллег. И здесь, наверное, я бы сказал то, что надо заниматься, то есть быть приверженным именно тому, чем сейчас занимаешься. Если учишься, надо учиться. Если работаешь, то надо работать. Я после университета работал в другом месте. И когда трудился со своими однокурсниками над проектами, понял то, что совмещать это плохо и на первой работе, и в проектах плохо, и в итоге с первой работы ушел. И мы полностью отдались в проекты. Именно поэтому мы не очень любим полуставочников, потому что они не очень хорошо работают ни на первой, ни на второй работе. Я бы рекомендовал полностью отдаваться, все время отдавать той цели, которая у вас есть. Примерно так, если вкратце. Четвертый наш гость в категории творчества представляет Константин Бахмутов. Спасибо. Коллега, я смотрю уже, что все почти как СММщики в телефонах. Я не знаю, сколько у вас сегодня свободного времени. Для меня огромная честь, что пригласили на это событие. И честно, для меня позор быть в категории выдающихся выпускников, потому что я честно могу сказать, что, наверное, все мои одногруппники гораздо более выдающиеся, чем минимум я, но и вообще какой-то факультет необычный. Нам с Эльнуром повезло, честно. Во-первых, потому что международные отношения это был такой интересный эксперимент. И я могу сказать, есть ингородние кто-нибудь из других городов? А кто любит Казань, поднимите, пожалуйста, руки. Я заметил двух людей, которые не подняли руки. Наверное, они из Парижа. Но у меня смешная история знакомства с университетом. У меня родители действительно очень творческие люди. Это единственное, куда я могу отнести себя как творческий человек. То есть я рос среди художников и в этой атмосфере. И так повезло, что я родился и вырос в Петербурге. Но после реально финансового кризиса, вы, наверное, вряд ли помните, это 99-й год, дефолт, мы переехали в Казань. Переехали на проспект Победы. И я просто месяц плакал. То есть я, короче, был в шоке. Как, что, почему так произошло. Мне помог очень мой одноклассник. Здесь рядом есть такая 19-я школа. Там были всегда четкие такие ребята. Говорят, поехали кое-что сейчас покажу. Мы едем. Такая холодная маршрутка. Сейчас маршрутки-то какие удобные стали в Казани. А там мы замерзли. И когда отмерзли, я увидел здание университета. Я влюбился сразу и подумал, я хочу здесь учиться. Ну, потом мы остались на некоторое время в Казани. У меня папа спрашивает, а ты куда хочешь учиться? В Питер вернуться, в Москву? Или я говорю, папа, в Казань, посмотри, как здесь все классно. Ну, и он говорит, а на какой факультет? Я, в принципе, всегда думал, что самое крутое — это быть чиновником. Ты ничего не делаешь и получаешь огромные деньги. И плюс, как бы, ну, используешь навык говорения. И папа говорит, ну, прикольно. Слушай, там есть факультет международное отношение. Может быть, там как раз тебе повезет. И мне действительно повезло, потому что в тот год я сдавал единственный вступительный французский язык из всех, кто был. И, как бы, ну, нормально прошел. И вот началась прикольная, интересная ситуация. Как-то я понял, что нас не учат на чиновников как таковых, потому что вас никто и не должен учить на вашу профессию. Нам дают некий навык, да? То есть навык достаточно интересное общение. И вот я, глядя на молодого человека, который сегодня ведет нашу встречу, вспоминаю, как мне всегда предлагали вести мероприятие. Ну, я думаю, наверное, это интересно. Попробую. Первое мероприятие, которое я вел, столько смеха я не собирал в зале вообще. Надо мной ржал весь преподавательский состав. И я никогда не видел, чтобы просто люди плакали в униксе от смеха. Причем, надо понимать, я настолько серьезный ходил. Я все время был в костюмах. Помнишь же, у нас дресс-код был, в чемоданчик. Я даже сегодня уже сижу и ржусь в чемоданчик. Я прям уже как будто был полномочный представитель МИДа в Казани. И первое мероприятие, с вашего разрешения, я просто расскажу, как это было. Учительница французского языка, Эльмира Хамзана Хабибуллина, завкафедра, она говорит, будет фестиваль французской песни. Мне написали, разумеется, идеальный сценарий. Я вышел в Уникс. Универ реально поменялся. Сейчас такая крутая атмосфера и оборудование даже какое. Но тогда такого не было. В общем, первый мой фолл. Или как сейчас там. В общем, это фиаско, братан, назывался этот концерт тогда. Во-первых, первую ошибку, которую я сделал. С каждым количеством гостей, которые приходили, я почему-то начал волноваться. И на мне был настолько тонкий и интересный костюм, короче, что, ну, пардон уж за подробности, но я начал потеть и от страха у меня, короче, весь пиджак мокрый становится. Я думаю, блин, без пиджака, что ли, везти? Ну, думаю, ладно, бог с ним, это не самое важное. Самое важное — просто выйти на сцену. И когда я вышел на сцену, такой роскоши не было, как беспроводной микрофон. Был микрофон на стойке, но я не туда пошел. То есть, как бы, представьте, темный зал, и какой-то вот чувак идет просто на сцене, вообще в непонятную сторону. Фанфары включили, убавили. Но дальше произошла... Я никогда не пользуюсь таким языком, но вот сейчас скажу, жесть полная. То есть, представьте, зрители вот здесь сидят, а я их не вижу, потому что зал затемнен. И свет, и я смотрю наверх. И вот в этот момент кто-то, короче, сработал очень круто. Мне рассказали, что были некие солдаты-срочники, которые забрали... Им дали билеты, видимо, чтобы, я не знаю, там сидели они на концерте. Они забрали шарики при входе в этот зал и начали их лопать. Но первые они лопнули синхронно, и вы представляете, вот стоит такой чувак на сцене, смотрит вверх, вдруг раздается такой... И крик «Ложись!». Я, разумеется, долго не думая, короче, прямо на сцене. Ну вот. Когда концерт закончился, то есть каждый раз, когда я выходил, уже подложки не включали. Я слышал ржать всех своих одногруппников, просто дикие. Они сказали, что полконцерта не могли смотреть, потому что разогнуться от смеха. И каждый раз вот этот крутой чувак с классным голосом говорил, ну ты знаешь, что делать, да? А сейчас почему не ложишься? Вот. И когда закончилось, я подошел к Элимире Хамзе, в ней спросил, ну как, нормально, я отвел. И она так... После этого меня почему-то все время звали на мероприятие, видимо, просто поржать, я не знаю. И я как-то не думал, что это будет так, ну, важно. И вот наступает момент, я думаю, есть здесь очень интересное количество лиц, которые такие очень умные, а есть, которые хитрые. Я уж не буду хитро поднимать, просить вас руки, если у вас есть это. Будьте хитрыми. Вот это мой совет. У меня есть одногруппница Оля Ившина, которая сейчас корреспондент BBC, очень известная выпускница университета. И Оля говорит, слушай, а ты знаешь, у нас оказывается депутат Олег Викторович Морозов, который в Москве, он преподавал в университете в свое время, там, по-моему, на политологии, да, он читал. Давай напишем просьбу о прохождении в Госдуме. А мне, честно, здание нравилось в Госдуме. Я думаю, ну, посмотреть надо. Я вообще люблю больше архитектуру, чем какие-то там другие вещи. Но просто вот у меня с математикой тоже не совпало. И мне мама говорит, раз математика ноль, то не станешь ты архитектором. Вот. Я думаю, надо попасть в Москву, в Госдуму. Мы написали какое-то очень патриотичное письмо. Я смотрю на камеры, думаю, когда-нибудь это вскроется. Мы написали прямо письмо, что мы готовы на себя взять защиту молодого поколения Российской Федерации. Начнем мы с Казанского университета. И нас взяли на практику. На практику я пришел в более строгом костюме. И я попросил сразу значок госдумовский. А там же вообще много людей, никто ничего не понимает, кто чем занимает. Ну, тогда. Сейчас больше порядка надо отдать должное. И я ходил просто очень важно, как будто я помощник депутата. Фишка сработала. Я прошел везде, где мне надо было. То есть я посмотрел, как работают разные комитеты. Было очень интересно. Единственная вещь, про которую Эльнур говорил, это я понял, если ты работаешь на госслужбе, то у тебя нет жизни. То есть у тебя есть госслужба. И фактически ты приходишь с 6 утра, а уходишь. Ну, проекты, они безостановочные. Сейчас их только больше. Кстати, если честно, в Татарстане чиновники, наверное, вообще должны готовиться к очень многому. Вот у нас есть министр спорта, который недавно, приятно, что люди есть, которые тоже участвовали в этом событии, бежал сначала в марафон, потом у него была встреча, потом он уехал куда-то в другую командировку. То есть чиновнике, оказалось, для меня надо много работать. Я привык, что у меня есть много свободного времени, которое я хотел использовать так, как мне нравилось, и поэтому понял, что, наверное, нет. Второй раз я съездил в Госдуму на практику и понял, что окончательно нет. И я так расстроился. Я думаю, зачем все это? Мои родители вложили... Мне, честно, даже неудобно слушать, когда дают сейчас советы, там, работать или учиться. Потому что я знаю, у всех разная социальная абсолютно ситуация, да? Есть очень богатые родители и щедрые. У меня получилось так, что родители не очень, может быть, богатые, но гиперщедрые всегда были. И получилось так, что они вложили столько денег, столько времени, и я вдруг в минусовом результате. То есть, когда я закончил вуз, мне еще так повезло, меня взяли в аспирантуру тогда еще, да? Так называлось. Я не знаю, как сейчас, градация идет. Все куда-то у меня уехали, одногруппники, кто за границу, кто в посольство, кто в спецслужбы ушел в работу. Опять пишут, да? Ну да, у нас многие ребята ушли такие прям четкие работать в органы и так далее. А я вообще не знаю, что делать. Ну, по логике, у меня как раз получилось так, заболел папа, и мне первый раз пришлось после окончания вуза задуматься, откуда появляются деньги. Я пошел работать в банк. До этого у меня было несколько интересных проектов, где я работал волонтером. Кстати, слово в Казани ключевое. Я бы честно рекомендовал всем поволонтерить. Вас это, ну, во-первых, не будет смущать по статусу, и плюс у вас будет огромный опыт. Опыт вообще не купишь. Любой проект, который хотите, просто идите, говорите, я готов. Со стороны посмотрите все, как работают. Вот я поволонтерил в одном проекте, интересном очень. Был международный фестиваль йоги в Казани в 2010 году. И одна женщина меня пригласила работать к себе в отделение банка ВТБ-24. Я устроился, у меня позволило наглостью сказать, что я в экономике вообще все понимаю. Прекрасно. Ну и, значит, начались приключения для этого банка. Единственное выдающееся, что я сделал, я воспользовался своим навыком бюрократического письма. Я написал письмо председателю ТСЖ, что висела большая сосулька над нашим входом. И я сказал, что если он лично эту сосульку не удалит, он сядет, он, короче, на 150 лет, и все. В общем, это письмо разослали во все офисы ВТБ. Чувак там удалил эту сосульку. Это была целая операция. Я ходил вообще как министр МЧС, там руководил, куда все переставлять. Но как бы для банка это было особо невыгодно, наверное. И закончилась моя работа в банке. Когда пришел молодой человек, оказалась эта контрольная закупка, он спросил, какой лучший вклад ему бы я порекомендовал. Я ему порекомендовал все другие банки, которые помониторил, где другая высокая ставка. На следующий день со мной никто не поздоровался, потому что сказали, что их депримировали из-за меня. Но вот этот молодой человек, он сказал, такой веселый парень, вообще непонятно, что он делает в банке. И я, да, только конкурс не успел провести, наверное, с ним. И я задумался вообще, что я делаю вне своей тарелки. И вспомнил, что на первом курсе у нас был Альберт Белоглазов, такой чудесный преподаватель. Он и есть, да. Я пришел... Есть кто устает ходить в университет, потому что скучно. Можете не поднимать руку. Мне было в какой-то момент так скучно, что я пришел к Альберту Белоглазову. Я думаю, надо же зайти там, зачетка, да, это же так важно, вот именно эти циферки, которые там проставляют. Он говорит, а ты что какой грустный, что какой вот вообще потухший серый. Сходи в поход с моим другом на Алтай. И вот это повернуло, моя жизнь поменялась именно после этого. Я согласился. Он мне поставил просто так автоматом зачет. Опять записывает, да, все, я сегодня скандал, интриги, расследование. Я понял, что я хочу не то, что в университете, я хочу, как и все, быть счастливым. Поэтому не надо никого обвинять, если вам становится скучно. Может быть, просто заняться своим умом, своим собственным состоянием ума. И я думаю, что всех нас в четверых минимум объединяет одна вещь. мы любим университет за то, что он дал нам счастливое время. Но мы тогда это, наверное, даже не все осознавали. И вот сейчас, когда работы много у всех, я представляю вообще, вот эти сферы самые страшные для меня. Вы представьте людей, которые заказывают, например, вот пиар-компанию или рекламную. Ученые утверждают, что нервные клетки восстанавливаются, но, по-моему, только не у пиарщиков. Это очень сложно. Бизнес, а тем более менеджмент и на таком ответственном участке, потому что все равно все молодые, веселые, любят эксперименты разные, да, там что-нибудь такое. Это очень опасный участок. И я могу сказать так, что вот мы все одинаково здесь сидим, потому что мы все хотим счастья. И вот именно в этот поход на Алтай я первый раз осознал, какой трэш в голове у каждого из нас творится. Я шел, горы, тишина, а я думал о предмете, который мне надо было сдать. Или я думал о каких-то вообще будущих проектах, там чуть ли не в каком пиджаке мне предстоит там работать, когда меня, может быть, назначат вот в ту страну. То есть вот эти все вещи научитесь себе убирать. Кому-то спорт помогает. Я, кстати, КВНчиков никогда не любил. Мне казалось, такие бездарные люди на учебе не являются, да, всегда их все любят, все знают. И я вот никогда не думал, что сам пойду по их стопам и буду там вести коммерческие мероприятия. Вот. В общем, после этого момента я начал заниматься чуть-чуть, все свободное время уделять на разные проекты. творчество очень помогает. Спорт мне, например, лично вообще не помогает. Бежишь, бежишь, четыре часа, три часа, все равно мысли одни и те же. То есть мне хотелось что-нибудь интересное, вдохновение где-то искать. И вот благодаря сегодняшней своей работе, во-первых, ну, перечисляю, тайм-менеджмент, я тебе вообще не отвечу, потому что я вот только недавно проснулся. Но шучу, тайм-менеджмент очень важен. Я могу сказать так, иностранные языки, если вы учите, учите их, через некоторое время без иностранного языка вообще никуда не будут брать на работу. Мне кажется, что это уже вот такая аксиома, которую надо себе уяснить. Плюс, конечно, опыт общения. Вот даже первое мероприятие, вот вспоминаю, глядя на этот сценарий, второе, третье и так далее, сейчас одно мероприятие мне, в принципе, дает очень большую сумму денег. То есть у меня после увольнения из банка я отвел мероприятие, мне дали мою зарплату. А до этого надо мной и в банке прикалывались. Если вы будете в банке работать, там есть такие системы, когда можно по карточке посмотреть, кто сколько потратил, где. И мою зарплату было очень видно. То есть я буквально успевал до Ривьеры дойти, потом еще в пару-тройку мест, потом еще, и три дня у меня уже не было зарплаты. Я думаю, как мало денег. Как? То есть надо же как-то жить. И сейчас вот я могу сказать, что все наши одногруппники, суммируя свое выступление, а то я что-то долго заговорился, кто пишет книжку по психологии, кто преподает, как быть женственной и красивой. Хотя уж я точно вот от этого человека не ожидал таких тренингов. И она суперуспешна. Я не был ни разу в Монако, она была, я на нее подписан, но я иногда отписываюсь, мне прям неудобно. Я чувствую, что мои медитации не срабатывают, я ненавижу этого человека. Кто работает в посольстве, была от Хайдаров, есть очень талантливый у нас выпускник, он говорит, ну я в Вене работаю. Для меня надо знать, вот на третьем курсе нас послали в Берлин, я, короче, прогулял, пишите, да, все-таки вырубайте. Я, короче, прогулял всю неделю в музеях. Мне был неинтересен Рейхстаг, как там парламент устроен. Я для галочки зашел, но я понял, это вообще не моя тема. В Берлине обалденные музеи и суперкрутые современные молодежные площадки. Я облазил все, там, кстати, есть каток очень хороший возле университета Гумбольта, по которому по образцу и строили тоже Казанский университет. Вот я подумал, что в КФУ должен быть каток. Вышел из главного здания и прям сразу, как в Меге на фудкорте. Они все счастливые, они все ходят на мероприятия. И я вот сейчас, как бы отматывая обратно, понял одну вещь. Надо быть свободным от своих мыслей. Вам очень много всего вдалбливают в голову все. Родители, телевизор, кто-то, выпускники или вот умные люди, которые якобы, умные, якобы закончили вуз. Я бы сказал так. Первое, не теряйте время. Время молниеносно очень быстро пройдет. Второе, будьте всегда счастливыми. То есть, если вы чувствуете, прям грустно стало, найдите себе другое пространство, где вы можете повеселиться. Так приятно меня фотографировать. Кстати, да, у меня... Знаете, честно, я вот сейчас вспомнил, мы одногруппники на выпускном сделали. Кстати, выпускной у меня настолько плохо прошел. Такой плохой был ведущий. Лучше бы мы позвали тебя, но тебя тогда не было. Что я подумал, блин, ну как так? Выпускной. Мы пять лет друг друга любили, устали. И вот я недавно от очень известного ведущего Казанского узнал, что именно он и вел этот выпускной. Я говорю, знаешь, у меня такой идиот был на выпускном. Он провел конкурс. Значит, надо было сказать спасибо университету с сахаром во рту, значит, там комочки набирать. Я думаю, ну что за идиот придумал этот конкурс? И он так молчит. Говорит, а где было? А какой год? Такой, это был я. Вот, но у меня не получилось отшутиться, потому что как бы не получилось. Вот. Но одну вещь могу вам сказать точно. Участвуйте в мероприятиях, делайте что-то вместе. Вот по поводу фоток. Я помню, меня даже одногруппники прикалывали. Я говорил, я не люблю все эти фотки, все эти мероприятия. К чему все это? Это все как-то отвлекает от высоких мыслей. И они сделали конкурс «Найди фото без кости». Там были, значит, фотографии за первый курс, за второй, за третий. Самая смешная фотка была, когда приезжал председатель китайской партии в университет. И там огромная делегация китайцев. И я вот такой счастливый. Так что, да, я люблю какие-то вещи с юности, те же мероприятия, какое-то общение. А потом это, кстати, очень полезно. Вот я знаю, что, например, по корпоративу можно очень легко понять, как работает компания. Ну, честно. То есть, когда проводишь корпоратив у некоторых структур, понятно, где идет рост у компании, где хорошие отношения. А по другим корпоративам понятно, что, ну, не очень. Пока все в бизнесе хорошо. Поэтому даже вот увлечение психологией, оно у меня пока сохраняется. Ну все, я уже что-то совсем якобы умные вещи начал говорить. Последнее хотел сказать. Сделайте поиск любимого дела любимым делом. Никогда никого не слушайте. Вам скажут все. Вот есть же здесь в зале блогер, который зарабатывает больше, чем многие из нас. СММ, ну, Евгения поправит, да, у меня очень выгодная тема. Вот блогер такая счастливая сидит. Пропиарить себя не получится. Есть очень много взрослых, которые говорят, да что это за работа в телефоне сидеть. Это круто, друзья. На самом деле люди увидели конкретную возможность и используют ее, в том числе финансово. Поэтому я бы, кстати, девушкам, которые сидят с мобильными телефонами, порекомендовал заняться профессиональной СММ. Можете вот поучиться у тех, кто, ну, в принципе, учит очень хорошо и быстро. Они дадут вам какие-то азы, и вы научитесь зарабатывать какие-то деньги классные. Деньги лишними не бывают. Чего сказал вообще? Для меня огромная честь, что мы сегодня здесь. Спасибо. И я хотел сказать спасибо в первую очередь своим одногруппникам. Знаете, последнее я хотел сказать по поводу своего ума. Одногруппников я так люблю. Это люди, которые тайно занимались творчеством все эти пять лет, пока мы учились. И они сейчас все очень хорошо устроены по жизни, у них все есть. Но они еще пишут книги, устраивают выставки, путешествуют. И у них есть огромное количество свободного времени на разные проекты. Раньше я думал, что это все такие. Ну, просто Вася, Паша там. Спасибо. Хотел бы себе упомянуть проект, благодаря которому мы сейчас все здесь собрались. Проект «Мост» организован сообществом выпускников КФУ «Альма-Маттер» и проходит раз в квартал с новыми спикерами выпускниками университета. Миссия проекта не строить стены, а возводить мосты. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между поколениями людей, учащихся в Казанском университете. И сейчас мы начинаем блок «Вопрос-ответ», какие есть вопросы, поднимаем руки и громко задаем. И не переживая насчет камер, сейчас вы можете реально получить информацию от спикеров, от крутых, опытных, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Третьему спикеру проявил, да? Да. Вы начинали, по-моему, с КамАЗа. Как получилось? То есть вы как пришли к этому проекту, к самым первым вашим? К проекту КамАЗа, вы имеете в виду? Изначально нас наняла компания «Зорница» как аутсорсеров. То есть мы разрабатывали отдельные куски для разных симуляторов. То есть там разная техника была, разные симуляторы. И я, как уже говорил, часть людей занималась программированием, часть людей, вот я занимался непосредственно разработкой контроллеров, электроники. И потом мы просто объединились и сделали свой продукт, который превосходил другие. Примерно так это все начиналось. У меня к Рамиле тоже есть вопрос, очень провокационный. Часто говорят, что нельзя смешивать дружбу и работу. Вот в случае с вами, можете подтвердить либо опровергнуть это? Полностью подтверждаю. Ну а как же, вы уже столько лет вместе работаете, за счет чего держитесь тогда? Тем не менее, у нас дружба, как сказать, мы не проводим совместные выходные, не проводим... Дружим на отдалении, я бы так сказал. То есть в этом плане я считаю, что работа работой, а дружба дружбой. До последнего момента в нашей компании не работало ни одного моего родственника и ни одного моего друга. То есть я не нанимал по дружбе никого. Я могу вставить какую-то ремарку, потому что я два года назад ушла на фриланс и так и не вернулась. Никуда. Я одновременно ушла в декрет и на фриланс. Я считаю, что пока работа в офисе не уйдет. Мне кажется, это еще лет 20 точно. Потому что на самом деле я пробовала и так и сяк разные периоды жизни. И в работе в офисе нет ничего такого страшного, как описывают это в картинках ВКонтактики, приключения офисного работника и семь одинаковых картинок. Если ты занимаешься с любимым делом. Я сейчас работаю на фрилансе. Точнее, сейчас у меня есть постоянная работа, но с гибким графиком. И я мама двухлетнего малыша. И иногда я так завидую людям, которые могут уйти на 8 часов в офис, где их никто не дергает, и они могут там работать целых 8 часов подряд. То есть у всего есть несколько сторон. Да, очень круто, когда ты... Но фриланс это не такая картина, когда ты на Мальдивах вытянув ноги, там у тебя ноутбук и все такое. Фриланс это постоянный поиск заказчиков, это отсутствие уверенности в будущем и много-много тоже чего. Поэтому, да, развиваются различные формы удаленного доступа и не всем сейчас обязательно какую-то точку приходить, но поэтому тоже иногда скучаешь. И правда, корпоративы и какой-то там, я не знаю, разговор у кулера и так далее, это тоже часть жизни порой. Так что не верьте в стереотипы. Вот мой главный призыв. Когда ты любишь дело, которым ты занимаешься, тебе не важно на самом деле где работать, дома на диване или в офисе или в гараже или еще где-то. То есть и все выглядит не так, как это стереотипно описывается. И фриланс может быть унылым, совершенно неприятным, хотя вроде бы ты дома и в комфортной тебе основке, так и офисная работа может быть. Однажды в жизни я мечтала работать в большом белом офисе. Вот хотелось мне случайно по путевке со службы занятости и такая штука вы, надеюсь, с ней никогда не столкнетесь в жизни. Вообще, когда ты увольняешься, хорошо бы официально стать службой занятости, ты там получаешь пособие и всякие вот тебе дают путевки на вакансии. Вакансии обычно низкооплачиваемые и ужасные, а тут я прихожу и вижу огромный open space, белый офис в мансарде, просто вот мечта. Устроилась, работа была не очень удачная, потому что через 4 месяца я ушла, не совсем то, чем я хотела заниматься. Ну вот, в общем, будьте осторожны в своих желаниях, они могут сбыться и когда думаете про работу, думайте скорее не про условия, в которых вы хотите работать, а думайте, что вы хотите делать и может это пафосно прозвучит, но простите, какой вклад вы внесете и что вы сделаете для этого мира, что ли, вот как-то вот так. По сетевому маркетингу СММ, какие ниши свободны, ну вообще, эта ниша свободна сейчас и если начинать этим заниматься, то с чего лучше обращать, есть ли какая-нибудь литература или сразу может практику. Я думаю, сначала спикерам нужно объяснить, что сетевой маркетинг это все-таки не СММ и нужно понимать, кто ответит. Может быть, давайте дадим слово совсем не спикеру, но есть у нас вот тоже выдающийся выпускник, точнее выпускница Лейла Лерон, она как раз очень крутой СММщик. Здравствуйте, меня зовут Лейла. Я закончила универ в 2007 году, училась я на заочке, пропустила вот эту всю очную жизнь, ничего там, ни КВНов у меня не было, была только вот двухмечная, это учеба с 8 до 8. Я училась на Татфаке, учила татарский язык. Когда я закончила уже универ, устроилась на работу, как все люди, и вот недавно, лет 5 назад, я ушла из офиса и стала фрилансером и нашла такую вот нишу, как СММ. СММ – это социальные сети, ведение социальных сетей. Какую книгу я вам могу посоветовать? Сейчас есть книга Инстаграм, как она называется? Сейчас я посмотрю название, если книга. А так, я всем советую взять первую попавшись в страницу своего друга, у которого есть бизнес, и сказать ему, давай вести вместе. Вот Евгения это сказала, это самое правильное решение, начать и попросить какую-то минимальную сумму, это 5 тысяч рублей, от 5 тысяч рублей у нас ведут странички в Казани. Вот. И начать набирать опыт. В Инстаграме самое главное вообще в соцсетях это приверженность. Каждый день надо творить, писать, создавать, фотографировать, делать классный контент. Когда он есть, тогда и выстрелим. То есть СММ это какой-то придаток к пиару. Да, то есть получается скорее всего, да? Да, это часть. То есть нельзя ожидать от СММ, что вот сразу же к вам пойдут клиенты. СММ это вот позиционирование себя в соцсетях. Может добавлю, да? Такая сфера мне очень близкая. Смотрите, СММ, он состоит из двух частей технологии и контент. Вот, да? И себя может в них найти вот в этом, в этой сфере как люди технических специалистов, программисты, да, которые какими-то там путями делают вот эти все штуки, которые я до сих пор не понимаю, как они это делают. И могут найти себя и журналисты, и творческие люди и так далее. Да, эта сфера сейчас развивается, но я вам советую быть на шаг впереди и думать, а что можно делать в мессенджерах, а что можно делать в приложениях виртуальной реальности и так далее. Потому что тот СММ, который мы видим сейчас, он эволюционирует, как не эволюционировал ни одно средство продвижения до этого. Наружная реклама не изменялась годами, да? Формат там печатной рекламы, он тоже очень медленно, да? А вот здесь, пока вы закончите универ, еще раз все изменится. Поэтому думайте вперед. А впереди, да, мессенджеры, да, социальные сети нового типа с более глубоким контентом, да, виртуальной реальности, что тут, не знаю, голосовую нейронную управление, вот, можно смотреть вот туда уже. Или быть блогером, да, тоже вариант, собственно говоря. Если вы достаточно экстравертирный тип и готовы рассказывать о всем, что вы делаете, что вы кушаете, с кем общаетесь и так далее, вперед. Начинаешь сначала по бартеру работать, потом тебе уже и деньги платят вполне. Меня недавно в театр пригласили бесплатно за отзывы, было приятно. У меня вопрос со всем спикером. А есть ли у вас какие-то кумиры, для которых вы равняетесь? Примерно, нет. Ну, думаю, давайте по очереди. Ильна Русельманна. На самом деле их, наверное, много. Сейчас есть такой очень мощный проект, спорный, есть такой товарищ по фамилии Дудь, достаточно популярный на Ютубе, не знаю, как его правильно спозиционировать, журналист, блогер, наверное, или все в перемешку. Во многом, наверное, очень у меня совпадает некий там вкус на тех гостей, которых он приглашает и те программы, с которыми он с этими гостями делает. То есть из последнего, что я смотрел, это был, например, Познер. Это очень крутая программа, часовая, интервью с Познером. Не только. Был Тиньков, приглашал Басту. Очень выбор странный, казалось бы, но он от этого не менее интересным становится. На самом деле, вот то, что перечислены вот эти вот люди, наверное, во многом кумиры нашего времени, сегодняшнего, потому что это очень крутые профессионалы, каждый в своей области. Я послушал интервью Тинькова после Чичваркина, правда, это было тоже немножко странный такой переход, Чичваркин, Евросеть, наверное, да. У меня такое ощущение, что уже это не очень актуально сегодня, Евросеть. Евросеть есть такой магазин, но такой был очень одиозный товарищ, который создавал всю эту сеть, еще буквально лет сколько, 10 назад, наверное, это была мега популярная сеть, сейчас она, конечно, стала одной из, просто 10 лет назад не было еще сетей, которые, ну, хоть как-то были бы похожи на Евросеть, но не суть. Ну, в общем, я бы посоветовал посмотреть выпуски Дудя, как он сам говорит, и посмотреть те интервью с теми людьми, которых он подбирает и те вопросы, которые он задает. Там, конечно, есть перегибы определенные, типа мата, но это добавляет какой-то искренности в интервью, это все достаточно на нормальном уровне остается. Вот. Почему спорный проект во многом, потому что очень много сейчас обсуждений идет, откуда взялся этот блогер, который стал резко популярным с аудиторией 3 миллиона человек, ну, реально его аудитория на сегодняшний день. Вот. Поэтому, ну, каждый чего-то там увидит свое, каждый, наверное, для себя что-то такое выцепит важное и услышит в словах вот этих состоящихся людей что-то очень интересное. Посмотрите, ну, моя рекомендация посмотреть интервью Тинькова, при том, что совершенно как человек, он очень своеобразный, но то, как он рассказывает про свой бизнес, там, те идеи, которые в голове у этого человека крутятся, это просто такая машина, в которой постоянно чего-то зарождается, по голове имеется в виду. И действительно, тот банк и тот продукт, который сегодня делает Тиньков, там, без рекламы, у меня нет банк-аккаунта в Тинькове, честно, но та агрессивная там, пиар-компания, которую они применяют, она, наверное, одна из самых крутых в России на сегодняшний день, ну, имеется в виду в банковской сфере. Вот, наверное, вот как-то так. Спасибо. Евгения. Да, кстати, про Дудя, это вот как раз тот самый новый тип медиа, без цензуры, без политики, не аффилированной ни с кем, за которым будущее, вот, да, наверное. Наверное, не аффилированной. Ну, позиционируемой, как не аффилированной, да, понятно, что все чем-то обоснованно. Мой кумир, ну, в общем, я, мой папа был очень крутой, я считаю его гением, и он для меня навеки мой кумир, и все, что у меня есть, это от него, и генетически, и вот эта склонность вещать, общаться, организовывать, и фамилия, и все вот, и так, как-то так. Поэтому больше даже называть кого-то особо не могу, потому что действительно идолы поколений меняются, какие-то оттенки смыслов, тоже для меня меняются, цели мои меняются, но вот это вот то, что мне дало посыл на всю жизнь, это мой отец. Спасибо. Может быть, это звучит немного попсово, но я бы назвал своим кумиром Илона Маска. В прошлом году мне подарили книжку про то, чем он занимался, как росли его проекты, и я обнаружил удивительное сходство в каком-то подходе, в каких-то моментах, когда он делал космическую программу, у них было несколько моментов, когда все становилось плохо, все было там, первая ракета взорвалась, вторая ракета взорвалась, третья там тоже взорвалась, они делали там из подручных средств, там топливные баки и все такое. И я прям помню, у нас был похожий период, разумеется, в гораздо меньших масштабах, в масштабах нашего города, в масштабах наших симуляторов, и у нас был прямо период, когда мы работали с утра до ночи, у нас все не получалось, все было плохо, и прямо, и каждый раз мы такие, блин, а что делать? Ну, ладно, работаем дальше. И вот прочитав эту книгу, прямо... Он тоже выпускник Казанского университета, я хотел сказать про Илона. Не знаю насчет кумиров, мне кажется, действительно, все поколения меняются. Я вчера был на выставке в Третьяковке и понял, что все портреты, которые там выставлены, половину этих людей, мы даже не знаем, чем они занимались, но при этом они внесли огромный вклад в свое время. Честно могу сказать, меня не вдохновляют люди богатые, потому что я, может быть, не вижу в них так... Изобретатели, да, медийные люди, да, потому что они находятся под огромным прицелом. Мне очень нравятся спокойные люди, интересные, которые специалисты в таких областях, которые, может быть, сейчас становятся слишком популярны из-за всяких битв экстрасенсов или так далее. Ну, тибетских лам я видел нескольких в своей жизни, точнее, человек 20 я видел их, они очень необычные, я поразился. И главное, вот как раз насчет тайм-менеджмента, они очень мало спят, по 4 часа, в лучшем случае, в день. В основном все они очень взрослые и они по-другому функционируют. Там очень, очень другой уровень сознания. И вот это меня, конечно, вдохновило. То есть они всегда здесь, сейчас они осознанно, как бы это там банально не звучало. Но эти люди формально еще, как бы, при их там неких статусах именно в качестве буддийских духовных лидеров, они еще и очень много занимаются благотворительностью. Поэтому, честно, я бы сказал так, наверное, люди, которые сейчас делают что-то полезное для общества, благотворителя, вот к ним я испытываю огромный паритет. И многие из них, оказывается, делают это, не афишируя. Оказывается, мы их даже и не знаем. То есть это может быть проект крупного, известного олигарха или бизнесмена, но об этом никто никогда не узнает. Поэтому, наверное, хотел бы я достичь такого же уровня полезности для других, если в этом смысле кумир. А так Тимоти, конечно. Из-за бургеров. Мой вопрос. А вы про клинии начали вылететь и какой-то автор или какое-то произведение, которое вас мотивирует в основном почему-то? Можно я ответить первым, наверное. Буквально вчера с друзьями спорили. Есть такой автор, где я уверена тоже многие читали, Пелевин. Целая серия книг. Это на самом деле очень опасный момент, когда Пелевин начинает мотивировать. Но суть в том, что у нас реально разгорелся спор с друзьями, с которыми мы много лет общаемся. Я говорю, а мне нравится. Делайте что хотите, а мне нравится. Я говорю, ты нормальный вообще, нет? Потому что достаточно своеобразная вещь. Вот эти книги, я не знаю, к чему они мотивируют, они, наверное, мотивируют в первую очередь, чтобы в голове что-то создавалась, какая-то картинка иная. Не знаю, к творчеству может быть отчасти эти серии книг мотивируют. Но там действительно очень такой необычный подход. И, как ни странно, многие книги Пелевина, они очень современные. То есть он подхватывает многие вещи, которые буквально месяц назад произошли, а у него уже в книжке в такой манере Пелевинской немножко отражаются, но все же. То есть это человек, который пытается идти в ногу со временем, но со своим абсолютно каким-то потусторонним взглядом на вещи. Наверное, вот это серия книг, на которой я прям зависаю. Есть еще какие-то другие книги, которые время от времени появляются, но вот это последние 2-3 года почти все книги подряд. Причем не все удачные. Нет, конечно. Невозможно, наверное, удачные книги с такой скоростью выпускать. Но бывают очень крутые. Поэтому, если кому-то нравится, читайте. До 16 лет я каждый год перечитывала книжку «Не знаю, как на луне». Это моя любимая книжка, гениальная сатира, очень интересный сюжет, всем рекомендую. Моя любимая книга «Цветы для Элджернона» автор Даниэль Кис. Я считаю, что каждый молодой человек должен ее в какой-то момент прочитать. Очень человечная, очень классная. Много она мне открыла. И еще я очень люблю Стивена Кинга и книгу «Зеленая миля». Вот эти две книги, пожалуй, мои любимые. И они в основном о том, что в любой ситуации нужно оставаться человеком. И это меня мотивирует. Мне нравится Давлатов. Мне просто нравится, как он пишет. такие простые истории, но каждый раз, когда я начинаю читать, я прям еще раз перечитываю. Могу с середины начать и все равно читаю до конца. Как-то так. мне стыдно сказать, очень много книг я покупаю, но не успею даже близко к ним притронуться и прочитывать. Поэтому у меня сейчас книжки, честно говоря, раздражают больше. То есть у меня вот подарок крайний, мне подарили Сервантеса, чтобы я прочитал Дун Кихота наконец-то. Я открыл, полистал, написал себе, когда я успею эту книжку прочитать. У меня очень много других книг, которые так прочитаны главами. И я подумал, что сейчас, наверное, именно эпоха поменялась, что вот то, что нам надо прочитать, мы читаем. То, что нам вот самим интересно. И не факт, что это там книга будет, статья, а может быть и выставка. Вчера и позавчера я вот обратил внимание, что очень многие люди сейчас говорят там 1917-е, 100-летие со дня революции. Я попал на выставку, когда китаец рисует порохом картины гигантские. И он через эту живопись выдает свое видение событий революции. Вчера в Эрмитаже открыли очень красивую выставку зимней, там, где создавалась революция в 1917-м году. И вот по-честному, мне кажется, сейчас даже если взять комменты в соцсетях, некоторые люди настолько бездарны и безалаберны, когда начинают обзывать других из-за национальных признаков или даже религиозных или других их воззрений, я думаю, вот это да. Раньше ведь революции были сразу, там шашки наголо, люди уже дрались, а сейчас люди за свои слова очень редко несут ответственность, очень стали друг друга обзывать, обижать. И еще, кстати, люди все взъерошенные стали. Время стало такое суматошное, не было столько развлечений раньше и внешних объектов, как сейчас. Поэтому, мне кажется, вот иногда лучше даже куда-то сходить, вдохновиться этой эпохой и после уже погрузиться, почитать что-то. Потому что та же литература там, ну или вот даже, кстати, да, видео какие-то, фрагменты. Я слышал сейчас в лицее университета, который я заканчивал, тоже проблема, преподаватели что-то рассказывают и на них так стеклянными глазами смотрят и говорят, а можно фильм посмотреть? То есть, ну скучно. И я думаю, что аудиально скучно слушать, а читать, ну все разучились читать практически. Я надеюсь, к учащимся в вузе в университете это не относится, но очень сложно стало длинные тексты многим читать. Вот мне, честно, прямо уже стыдно. То есть у меня, я две недели назад 37 книг мне надо прочитать, которые я купил и я даже вот и не притронулся толком. Ну куда мне, повеситься что ли сейчас? Поэтому скинуться с горы, да. Но по фильмам тоже. Сегодня вот, кстати, интересный фильм выходит, мы уже обсуждали, кто пойдет на него, кто нет, не на правах рекламы. А вообще, кстати, книги, мне кажется, когда учишься, столько книг надо читать, успевать, что и не хватает на свободную литературу. Нас вот очень один раз преподаватель проучил ее. Он дал список литературы и одну книжку, она вот такого размера, как спичечный коробок оказалась. Она в отделе редких рукописных книг. И парень, который единственный из всего потока эту книжку попросил, над ним долго смеялись, спросили, Тяна, зачем? Он говорит, для того, чтобы реферат подготовить. Он не знал, какого она размера. Он полчаса оформлял документы, его отдельно фотографировали, потом вынесли вот этого размера книжку, где просто имена российских дипломатов написаны. И он зашел в аудиторию, смеялся, и преподаватель сказал, ну что, до этой книжки дошел? Он говорит, да, ну молодец, тогда тебе типа пятерка автоматом просто он поставил пять. Так что иногда, наверное, надо со всеми книгами знакомиться. Мне кажется, сейчас гораздо полезнее и интереснее на выставку сходить или на спортивный объект. Снова вопрос всем спикерам. Успешный человек это больше про трудолюбие или все-таки про длячусть? Я когда-то не так давно прочитал интересное определение успеха, как достижение своих целей. То есть у кого-то цель – деньги, у кого-то цель связи или еще что-нибудь такое, у кого-то еще что-то другое. И вот достижение своих собственных целей – это и есть собственный успех именно для этого человека получается. И успешный человек – человек, который достигает своих целей. Спасибо. Я согласен. На самом деле у всех цели разные. Если это хирург, который делает операции, но у него нищенская зарплата, там бывают такие ситуации, то как его можно назвать неуспешным? Он спас хотя бы одну жизнь, а там многие врачи, они же просто десятками и сотнями. Поэтому успех, но если еще чуть-чуть попроще, это еще, наверное, счастье и то, что ты делаешь, то, что тебе нравится и то, что приносит удовольствие, это очень обыденно. А вот то, что приносит пользу и тебе, и другим, наверное, тогда можно искать успех. По поводу связи, мне кажется, что они даже иногда мешают, ограничивают, а по поводу удачи обязательно должна быть. Мне кажется, все, кто здесь, они понимают, что без удачи как-то сложно. Просто тоже удача это такая должна быть фишка, когда ты сам видишь возможности в пространстве и замечаешь их мимо многих. Я знаю, даже все наши одногруппники, они оформили в свое время просто документы на грант. И все поехали. А когда мы съездили, поучились, нам сказали, а многие, мы ищем сами студентов, но многие даже не могут нормально заполнить до конца документы, которые необходимы для подачи, и думают, что ему опять не повезло. Поэтому, наверное, мы все где-то похожи на этих студентов, которые иногда прям к тебе со всех сторон это стучится, а ты опять не повезло там. Так что успех, да, скорее всего, это достижение целей, но полезных для себя и для других. Своих целей, да. бывает же и киллер удачный. Я бы сказал, что это довольно принципиальный момент достижения своих целей, потому что есть же цели родителей, например. Цель родителей, чтобы ты стал великим человеком, государственным деятелем. Это не твоя цель, и ты не хочешь ее достигать, и ты не будешь счастлив в этом. Это точно, да, кстати, свои цели. Или цель ректора. Не-не, шучу. Ну да, конечно, цели просто успех. Мне кажется, вот чем университет прекрасен, то что все равно все успешны на потоке. По одной причине. Есть несколько, кто локомотивами двигается, и общая закваска такая хорошая. Вот нам повезло на факультете у нас всегда нам показывали успешных выпускников, взрослых, которые нас мотивировали. И, ну, атмосфера сегодня такая прикольная, все веселятся, но вот у нас один из самых крутых выпускников, он погиб под колесами автомобиля, причем до сих пор непонятно, это было покушение или нет. А другой без вести пропал тоже, у него сбылась мечта, он поехал в Гренландию, да, по-моему, и не вернулся единственный из всей группы туристов. Никто не может понять, что с ним случилось. Вот после этого вся наша группа, ну уж, Эльнур не бросит в меня микрофон, мы обычно в культете и юрфаки, экономии международных, обсуждают, кто где отдыхал, какие тачки, ну, часто такое было. После этого все поменялось. Все спрашивали, как дела у родителей, как здоровье, как вообще дела, потому что, ну, иногда там стрессы, то есть, шкала ценностей у нас поменялась. Мы вдруг опомнились, потому что все, конечно, хотят жить вечно, чтобы все были всегда здоровы, на самом деле вот так получилось. А это были два самых успешных выпускника, наверное, за всю историю вуза и итогово вот такая ситуация. Вот я уж так нотку добавил. В общем, я одна тут девочка, а девочкам проще. У девочек все два пути. Можешь делать карьеру, а можешь сказать, я решила посвятить тебе семье и будет успех. Вот. А если уж ты совмещаешь одно и другое, то у тебя вообще успешный успех. Да, ну, то есть, вот. Второе. Я считаю, что успех состоит из нескольких компонентов. Это, во-первых, знать свою цель. Тут ребята уже об этом сказали. Второе, быть открытым возможностям. Константин это тоже упомянул. Успешные люди, они видят во всем какую-то возможность. Третье, это не бояться падать. И об этом тоже Рамиль уже сказал. Да, как падали ракеты у маска, да, и падает много чего, как падал кости при слове «ложись», да. То есть, неудача это тоже часть успеха. И успешные предприниматели, на самом деле, они много чего, каждый из них прошел. Еще, конечно, есть фактор удачи оказаться в свое время, в нужное время, в нужном месте. И еще нужно, приличное слово подберу, очень много работать, правда, много работать. Вот. И это тоже часть этого успеха. Еще хочу один упомянуть момент про успех, который лично во мне очень отзывается. Когда я стала много выступать спикером на разных конференциях, сама мастер-класс вести, и вот везде пишут эту строчку «Евгения Солнц, успешный пиарщик с 7-летним опытом работы». Мне сначала было очень тяжело поверить и сопоставить себя и вот эту строчку «Успешный пиарщик», там, да, человек, который там вот то-то-то-то-то. Комплекс самозванца жуткая штука, не позволяйте ему владеть вами. То есть, будьте, чувствуйте себя успешными и цените свои достижения. И начинать надо прямо с университета и ценить себя за то, что ты делаешь. Потому что у меня это заняло очень долгое время, чтобы, да, говорить, да, да, я крутой пиарщик, правда, нужно что-то посоветовать, давайте. Ну, то есть, потому что я знаю, что я даю ценность, я помогаю людям и это тоже часть успеха. Вот как-то так. Но всегда можно выйти замуж, родить четырех детей и это супер успех. Вот. Я уж, наверное, просто в добавочку, вот у меня есть искреннее ощущение, да, что дорога к успеху как таковому, она простой не бывает никогда. Вот нереально. Ни за что. Даже не надеетесь. В этом смысле. И фактор удачи, во всяком случае, я в это свято верю, фактор удачи, он всегда присутствует, но удача это такая, не знаю, субстанция, которая во многом вы сами еще определяете внутренне, от своей внутренней чистоты. Не знаю, кто-то кармой это может назвать, кто-то еще как-то, да, по-разному. Но чем больше вы гадите, наверное, тем меньше фактор удачи у вас будет в будущем оставаться. Поэтому о таких вещах тоже, наверное, забывать не стоит. Все бумеранг. Все вообще. Любое действие, противодействие и так далее. Правда, иногда вроде бы и не сильно нагадили, а прилетело потом так, что вы сами удивляетесь, как это так вот. Действительно, иногда прилетает гораздо сильнее. К сожалению, это, наверное, каждый на каком-то этапе чувствует, бывает. поэтому всегда, наверное, хочется, чтобы все оставались в первую очередь вокруг людьми хорошими, в хорошем смысле, вот в искреннем смысле слова. И все будет нормально. Точно, как минимум. Не знаю, на богатство это как-то повлияет или нет, но успех в какой-то степени, наверное, повлияет. Богатство, наверное, тоже, кстати, не фактор успеха. Может, как следствие. Возможно, но точно не определяющий фактор. Это зло даже, наверное. Ну, думаю, наверное, последний вопрос. Потом перейдем уже к приятному моменту вручения подарков. У нас розыгрыш проводился. Да. А вот выступая в университет, вы предполагали, что в будущем вы станете довольно успешными людьми, которые сейчас находятся в мире? Можно я дополню? Поступая в университет, у вас вообще была цель прийти к тому, кем вы сейчас являетесь? Можно еще дополнить? Вы вообще думаете, что вы будете работать на сессии? Ну, я дополню. Цель изменилась? Да. Была у вас цель, и я не изменился, потому что... Я, наверное, давайте тоже первым начну немножко, потому что это тоже один из вопросов, который мы буквально недавно с одногруппниками обсуждали. И действительно, мы со своими, во всяком случае, вот как Константин сказал, мы со своими одногруппниками общаемся. Это, наверное, сейчас немножко странно звучит, да? Я не уверен, что вот вы со своими одногруппниками лет через 10 будете вообще знать, чего они делают. Мы почему-то знаем, но это отчасти может связано с того, что мы были очень маленькие такие группки. У нас на потоке была ровно одна группа всего на всего. 26 человек. Ну, 31 было в начале, 26 выпустилось в итоге, потому что 5-ра там, ну, по разным причинам, кто-то перевелись, кто-то ушли совсем и так далее. И да, мы действительно, ну, большую часть знаем, чего делают. Чуть меньшую часть мы не очень знаем, чего делают, но тут уже Константин раскрыл секрет, да, они в некоторых органах работают, поэтому мы даже не знаем, где они находятся. Ну, дай бог, чтобы у них все было хорошо. Вот. И вот на момент поступления, во всяком случае, международники, они когда идут на международку, вернее, те, кто хотят учиться там, они представляют, наверное, себя в своих собственных мечтах крутыми послами, как минимум, или дип-работниками на начальном этапе, наверное, все, кто туда поступает, они все равно, вот, у них есть какая-то такая задумка в голове, я уеду за рубеж, я буду работать в посольстве, это очень круто, это очень привилегировано, это ВИП, это там и так далее. Ну, не срослось как-то, хотя у меня, наверное, половина одногруппников разъехались, и как минимум, это очень круто, когда у тебя в записнушке полмира практически. И 24 часа в сутки, потому что у всех разные пояса часовые, и сообщения могут прилетать в любое время, что очень раздражает иногда с маленьким ребенком, но все же. Поэтому цель – это такая штука, которая, наверное, со временем преобразовывается. Ты от нее не отказываешься, но она меняется, видоизменяется, она может, я не знаю, на качественно новый уровень перейти, поменяться вообще полностью. Это не значит, что вы передаете цель, это вы просто ее видоизменяете с учетом того жизненного опыта, который вы постепенно получаете. Был у нас такой спор тоже с одногруппниками, что мы же все должны быть дипломатами, и все должны были разъехаться. Но не вышло, не знаю, насколько это хорошо или плохо, такое ощущение, что если вы не дипломат, значит, вы не туда поступили. А на мой взгляд, это не совсем так, потому что университетское образование, особенно федеральные университеты, это классическое образование, которое всего-навсего, вернее, не всего-навсего, это самое главное, оно дает направление. И то, как вы этим знаниями, навыками, какими-то особенностями распорядитесь, во многом от вас зависит. Это не означает, что вам нужно быть обязательно тем специалистом или той специальностью, которая у вас в дипломе написана. Совсем не обязательно. Есть на современном этапе развития вообще всего и вся очень много стыковых профессий. Когда, я не знаю, экономист, еще чего-то, я не знаю. Для меня стыковая, это, например, мировая экономика. Это же достаточно стыковая вещь. С одной стороны, вроде международники, но которые чего-то еще считать умеют, чего нам не дано, видимо, с Константином особо. Но такие есть специалисты, и среди нас они тоже были. Вот я себе ответил. То есть все преобразовывается со временем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже рассказывала, как я поступала. Все побежали, и я побежала. Все пошли на Конофок, и я пошла. Я училась на отделении государственного муниципального управления. Я вот по Костиным этим, я училась на чиновника. Ни дня я не проработала, конечно же, в государственном муниципальном управлении. Но, как уже сказала, суперполезным было само мое образование, то, чему меня учили. Когда я закончила университет, я уехала на 9 месяцев учиться в другую страну, и вернулась я, потому что у меня были идеи и цели, что я хочу быть большим начальником. У меня такая цель, у меня будет свой кабинет, водитель, секретарша, который будет приносить мне кофе. Где-то 5 лет у меня заняло понять, что нет, я не хочу. И я не хочу вообще работать на руководящей должности, я хочу больше творчества, больше самовыражения и так далее. У меня очень забавный послужной список и резюме меня кидало немножко в разные стороны. То есть всегда в центре была коммуникация, это основное мое мастерство, то, что я умею делать. А вот углы, это были разные. Я была и арт-директором в ночном клубе, и, не знаю, пресс-секретарем и фандрайзером в общественной организации, и в чисто коммерческих очень долго занималась пиаром, рекламой предметов роскоши. Сначала шуб, потом очень дорогой мебели. То есть у меня очень разнообразные, разнообразные были проекты. И сейчас это правда то, чем мне нравится заниматься. Следующая цель развиваться вот как преподаватель. Раньше я преподавала языки, сейчас мне это уже менее интересно, мне хочется преподавать уже то, что я умею делать. Вот примерно так. Цели менялись в течение жизни тоже. И именно вот состав образования полностью реализовался в моей жизненном пути. Названия нет. То есть к чиновникам я, слава богу, так и не стала. Что касается меня, я всегда хотел быть разработчиком. Что в школе, что после школы. Идя в университет, я, наверное, больше тоже пошел по общим, вместе со всеми, наверное, по стопам своих родственников, которые тоже были физиками. Но учеба в университете позволила мне развить мое направление. Получается, как бактерии в чашке Петри растут. Я тоже попал в какую-то питательную среду. У меня все это выросло из меня. И я продолжил быть разработчиком. Потом некоторое время работал в другом месте, но все равно в душе оставался разработчиком. И до сих пор я как бы привержен этому. И даже сейчас занимаюсь административными делами, я все равно остаюсь разработчиком, участвую в разработках. И я думаю, что да, я правильно пошел, не ошибся, с университетом, с факультетом. И это было правильное решение. Хотя, может быть, тогда на тот момент еще неосознанное. Так интересно. У вас после каждого ответа все аплодируют. Это вот, я думаю, если бы в университете так же у нас было после каждого доклада. Но, смотрите, Эльнур уже все рассказал, да, у нас была такая фишка, что мы все хотели быть дипломатами. А кто вопросы задавал точнее еще? Получается, четыре человека, да? Ну вот, в частности, с французским языком, нет никого с французским случайно здесь? Есть. Вообще, классный язык, согласитесь. Открыли Альянс Францесс, да, центр французского языка. Мы встречали французов, которые приезжали в Татарстан, в том числе, думая, что вот здесь будут проекты. Но получилось так, что французского бизнеса, к сожалению, в Татарстане нет. И я веду, в лучшем случае, раз в год мероприятие на французском с таким восторгом и счастьем, что наконец-то, ну вот хоть что-то услышать. Для меня это очень важный был язык. И у нас его преподавали очень круто. Вообще, надо сказать честно, университет, мне правильно хочется это вот подчеркнуть, это кладезь универсального образования, чтобы вы знали, чему еще можно поучиться. И если вы заметили, есть интересные преподаватели, которых даже не хочется пропускать и прогуливать, потому что ты идешь и кайфуешь от того, насколько он классный. И, кстати, по теме успеха мне вот еще очень понравилось. У нас есть Альфия, такая выпускница, правда, она нас еще старше, там на пару лет. Я ее очень сильно люблю и завидую ей, наверное, поэтому я неуспешный. Она выигрывает всегда во всем. Любую викторину. Она заходит в аптеку, покупает какой-нибудь витамин и сразу выигрывает поездку в какую-нибудь страну. Мы просто не... Она всегда все выигрывает. Но когда с ней проводишь минут 10, понимаешь почему. У нее все кругом классные. Она от всего буквально только хорошие замечает. То есть если этот человек будет идти в осеннем парке, то она увидит только кучу красивых золотых листьев. Остальное она не заметит. И всем расскажет про эти золотые листья, а еще зарисует такая прям сорадостная. И вот это качество успешных людей. И это к вопросу о кумирах. То есть хочется через них же подпитываться этим. И вот с французским у нас получилось так, что первая, кто уехала, девочка, она 6 месяцев только делала прививки для того, чтобы уехать в одно из африканских стран, где в силу исторических отношений французский тоже является языком внутреннего общения. И она говорит, честно, когда я ее спросил, как она говорит, белая это бумага для ксерокса, кондиционер и я. Все остальное это настолько страшно, что я даже боюсь выходить за фруктами, о которых ты меня все время спрашиваешь. А у меня всегда такой был ключик по здоровому питанию. Я думаю, это же сколько всяких там крутых фруктов, которые омолаживают организм, делают твоим ясным и чистым. Она говорит, я вообще боюсь там есть, я боюсь выходить даже на рынок. Это трэш, то, что там происходит. Вторая страна, куда я метил тоже как бы попасть, там были сложные события, в частности, связанные вот с бриллиантами. Есть такой фильм, известный, с Леонардо Ди Каприо, по-моему, когда он там оказывается в одной из ситуаций. Да, отличный фильм. К сожалению, даже эти французы, они когда увидели на нескольких людях бриллианты и украшения, они сказали, это, если бы вы знали, что это, это все пропитано, ну, кровью. И вот для меня это было удивление. Ну, а во Францию, я думаю, ну, как попасть там, во Францию, еще что-то, да? И как-то мы эту галочку отмели насчет того, что дипломатия. По поводу культурных проектов, вот сейчас они реализовываются. Есть группа иностранцев, которые приезжают, самых разных. И я могу сказать, что вот именно наше образование нам помогло. Нам дали базис некий, как можно работать. И моя личная ошибка была с тем, что мне хотелось всегда готовых решений, что вот какой-то преподаватель даст готовые решения. В частности, кстати, по поводу вуза, МГИМО, оно вот распределяет, есть международная журналистика, Ксения Собчак, например, училась у нас на международную журналистику, есть международный топливоэнергетический комплекс, это нефтяники, которые ведут переговоры там. Есть мировая экономика, да, по-моему, у них международные отношения, это дипломаты и так, и так. Да все равно становятся дипломатами только те, кто хочет и кому это интересно. И раньше это было очень актуально, потому что за границу ездили только они, выездные были, да, дипломаты. А сейчас вот все сказали одну и ту же фразу раз шесть, времена поменялись. Да сейчас бизнесмен выезжает за границу, а ты сидишь в коморке и перебираешь эти документы и готовишь его визит, потому что он едет там продавать кучу какого-нибудь медицинского или военного оборудования, например. И он приезжает, видит всю эту страну, вдохновленный ее историческим и культурным наследием, отдохнувший уезжает, а ты дальше продолжаешь готовить, вобрали, ну вот как вы работали там на проекте деревни универсиады, вы же Казань не видели, как ее поменяли, да, а при этом все остальные восхитились и влюбились в нее во время этих. Поэтому вот здесь наверное обучение нам еще и подсказало конкретное, что наши идеи, они очень смешные касательно этой работы. Все сказали об этом. У кого кабинет был перед глазами, у кого ботинки, в которых он будет получать верительную грамоту посла, кто там уже визуализировал фрукты и так далее. Но с другой стороны я еще понял одну вещь, кто вовремя понимает, что ему университет не подходит, тот делает резкие шаги и меняет свою ситуацию. И это люди, которые переводятся в другие города или получают гранты и уезжают. Но по сути все они возвращаются, они всегда хорошо учатся и никогда не критикуют пространство университета. А те, кто вот у нас всегда, да, такие, наверное, в университете есть, этот вообще не умеет преподавать, а этот так. Для меня, я честно могу сказать, трагедия в университете была только одна. Женщина преподавала историю культуры, и она ни разу не была ни в одной стране мира, про которую рассказывала. И это не было смешно, потому что она просто была, оказывается, не выездная в это время в Советском Союзе. Но она так рассказывала про Венецию, она так рассказывала про наследие разных стран. Я думаю, какая счастливая, она же все это видела, наверное, и мы, значит, глупый вопрос ей задали, она говорит, я нигде не была. А у нас уже часть группы там все побывали, там что-то смотрели. Вот когда такие преподаватели, то, наверное, сложно стать специалистом. А с другой стороны, кстати, по бизнесу у нас был преподаватель очень классный на экономе, который просто брал студентов, показывал свое производство, а потом некоторые к нему еще на работу устраивались после окончания вуза, и его никто не прогуливал. Он такой классный был, да, и все встали, ушли в бизнес. Но, кстати, самое смешное, все дорогие мероприятия, которые лично заказывают выпускники КФУ, это ВМК. И я могу сказать, я так счастлив, что они есть, и они, никто не работают программистами, или там, ну вот, разработчиками в том смысле, в котором мы привыкли это воспринимать в университетском, да, то есть это самые, ну, богатые, наверное, самые зарабатывающие из всей прослойки КФУ, ВМК. Если бы я это знал на первом, на втором курсе, когда мы там смотрели, когда они на физкультуру ходили, вон их там, что, для чего они учатся, там, радиосхема паять, а сейчас, получается, полказа не на них пашет. Можно я быстренько добавлю еще к осиным словам, тоже про времена поменялись, когда я училась, это было, я начала в 2000-м, закончила в 2005-м, мы очень много прогуливали, честно скажу, прям было за радость, оп, могли прямо перед преподавателем развернуться и уйти в ресторан-арена, тогда он был актуален, и там сидеть, кушать, и быть довольными. Прямо очень сильно поменялись, я работала в университете, вот буквально несколько лет назад, у международников, кстати, вот, какой-то у них там был арабский такой отделение, и там я вела иврит, факультатив. И однажды я им говорю, ребят, я не могу, я уезжаю, занятий не будет. Я думала, они скажут, ей, отлично, у них просто вот все, улыбка сошла с лица, ну, то есть они часто улыбались на моих уроках, а тут они прямо расстроились, говорят, как так, а когда вы нам его возместите? Я просто обалдела, то есть что студенты хотят учиться, и они ходят на факультатив, и если я отменяю этот факультатив, они недовольны, и мне еще говорят, а когда ты нам это, значит, отработаешь? я поняла, я поняла, что сейчас, вот очень тоже принято ругать молодежь, ничего подобного, сейчас вот нынешние студенты более целеустремленные, они понимают ценность образования, они понимают, что образование даст им то место в социальной структуре, которое они заслуживают, вот, наверное, вы тоже такие же, я думаю, раз вы пришли сюда пообщаться с нами, и это очень здорово, смотреть лица в глаза, не прогуливайте, вообще все пригодится, и подумайте, что я как наставление даю какое-то, а просто правда так. Спасибо большое всем нашим спикерам, я думаю, потом кто захочет, отдельно подойдет.